Здравствуйте! Финансовые новости на телеканале Самара ГИС. Экс-министр финансов Алексей Кудрин считает, что надо поднимать пенсионный возраст до 65 лет. По его мнению, российской экономике предстоит выбор между повышением пенсионного возраста и увеличением налогов. Кудрин считает, что повышение пенсионного возраста позволит не только снизить нагрузку на бюджет, но и сгладить последствия демографической ситуации. Накопительная пенсионная система, по мнению экс-министра финансов, должна стать ключевым фактором экономического роста в условиях санкций. Вообще-то разговоры о повышении пенсионного возраста говорят о том, что правительство со своими обязанностями не справляется. Причем как нынешнее, так и то, в котором работал Кудрин. Минфин предсказал рост экономики во второй половине 2015 года. По итогам годность ожидается снижение инфляции до отметки в 11%. В числе принятых мер по сдерживанию инфляции – ограничение темпов роста бюджетных расходов и их снижение на 5% в реальном выражении, а также оптимизация государственного аппарата. Годовой прирост индекса потребительских цен практически остановился, месячные темпы устойчиво снижаются. Положительные изменения происходят и на финансовых рынках. Рынки стабилизировались, рубль и государственные бумаги России стали одним из самых доходных активов в этом году. Авиабилеты на международные рейсы в ночь со вторника на среду подешевели на 10,4%. Об этом сообщила Международная ассоциация воздушного транспорта. Это связано с ростом курса рубля по отношению к доллару США. Снижение цен на авиабилеты продолжается уже восьмую неделю подряд. Российский фондовый рынок открылся разнонаправленным движением котировок. Индекс РТС в первые минуты торгов вырос. Индекс МВБ снизился до 1644 пунктов. Лидеры роста – бумаги Полюс Золото, МТС, Фармстандарта, НМТП и КамАЗа. Среди лидеров падения – акции Мечела, Норникеля, Уралкалия, Лукойла, Северстали и Алроса. Торги на российском рынке открылись на фоне укрепления рубля и восстановления нефтяных котировок, а также преимущественно позитивной динамики азиатских площадок, отыгрывающих статистику из Китая. Торги в Европе и США завершились разнонаправленным движением котировок. Курс доллара на 15 апреля – 51 рубль 97 копеек. Курс евро – 54 рубля 83 копейки. Золото стоит 1990 рублей за грамм. Серебро стоит 26 рублей 87 копеек за грамм. Цена нефти марки бренд – 60 долларов 84 цента за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах!